Здравствуйте! С вами снова программа Финоугория. По традиции начнем с новостей. Расскажем о том, что происходит в финно-угорских регионах. В республике Мариел впервые в прямом эфире прошли традиционные языческие обрядовые моления Мари. Недалеко от Ёж-Королы в священной роще прошел праздник Агавай-Рэм. Постороннему человеку попасть в Ота, священную рощу, тем более на моления, непросто. Для этого необходимо заручиться поддержкой картов руководителей молений. В этом году верховный карт марийской традиционной религии Александр Таныгин впервые дал свое согласие на праздника перед камерами на огромную аудиторию. О народе Мари говорят последние язычники Европы. Они верят в силу природы и стихий, поэтому молятся им. Агавай-Рэм среди значимых обрядов Мари. Этим праздником заканчивается цикл весенних молений. Традиционная религия народа Мари является одной из самых уникальных и самобытных в России. Бережное отношение к своей истории, корням, исконным этническим традициям вызывает большой интерес не только у нас в стране, но и за рубежом. Прямая трансляция – это один из способов показать другим нациям особенности древней культуры. Сакральное, да, должно быть сакральное, но то, что прятают, а зачем прятать? Людям надо доводить, чтобы люди знали, в мире знали, что такой народ сохранился, которому 7527 лет, который свою религию, бытность свою, свою одежду, речь, культуру свою сохранил. Агавай Рэм не имеет точно установленной календарной даты проведения. День празднования выбирался на совете картов, руководителей молений и старейшин. К мероприятию тщательно готовятся, производят уборку дома, двора, улицы, заранее запасаются продуктами для приготовления ритуальных блюд. В день праздника моются в бане, готовят обрядовые кушания, блины, ватрушки с картофелем, сырники, вареники с творогом. На молении в рощу Агавай Рэма или специально отведенное место шилык выходит в нарядной одежде. В этот день марийцы совершают особые аграрно-магические обряды. Коллективное моление сопровождается жертвоприношением из блинов, яиц и другой еды. Во все времена у народа Марий существовал культ природы, а карты выполняли роль проводников между миром людей и миром богов. Обращаясь к богам с разными просьбами, в этом году карты не забыли попросить у них дождя. Главный карт и верующие, обращаясь к Агавай Рэм Юмо и другим божественным силам, просят у них плодородия полей, хорошей погоды для полевых работ, сохранение будущего урожая от непогоды, а также благополучия и счастья всем родным. Ход молений комментировали на трех языках – марийском, русском и шли субтитры на английском. Наблюдать за трансляцией древнего марийского праздника земледелия Агавай Рэм можно было в сети интернет в группе марийского телеканала Мэтр. Искусство доступнее и ближе. В музее имени Эрзи в скором времени появятся экспонаты, которые не просто можно, а нужно трогать руками. Идея выставочного проекта – видеть невидимое. Если коротко, его реализация позволит даже слепым и слабовидящим людям наслаждаться шедеврами живописи народного художника Мордовии Федота Сычкова и гениального скульптора Степана Нефедова Эрзи. Новые тактильные копии должны установить уже в конце этого года. Доступная среда и музей доброжелательный для всех. После реализации грантов предметы искусства смогут оценить и те, у кого зрение на кончиках пальцев. Работы Федота Сычкова станут объемными. И это своеобразный подарок поклонникам на юбилей мастера. В этом году исполняется 150 лет со дня рождения художника. А среди слабовидящих людей немало ценителей его творчества. Мы привыкли к тому, что в музее трогать ничего нельзя. Ну вот в нашем музее в том числе. А сейчас можно будет потрогать не только слепому, незрячему, слабовидящему человеку, может потрогать любой человек. А потребность такая есть. Выбрано пять полотен Сычкова. Все они находятся в разных залах и относятся к разному периоду творчества живописца. Среди них и автопортрет, и мордовочки, раскрасневшиеся на морозе, и аппетитные сочные яблоки. Создавать тактильные копии будут московские художники Ольга и Михаил Шу. Последнее слово было за ними, потому что, как и в любом деле, в создании 3D-копий есть свои тонкости. В нашей работе мы делаем перевод с языка живописи на язык скульптуры. По нашему опыту Ольга понимает, что надо выделить, на что надо сделать акцент. То есть ты должен понимать, что главное на картине, чтобы это показать. А какие-то вещи, которые будут отвлекать или мешать, или не влияют на сюжет, и учитываются в экскурсии, их лучше опустить. Ольга и Михаил Шу работают в рамках программы «Особый взгляд» фонда «Искусство, наука и спорт». Грант по тактильным моделям организован впервые. Он направлен именно на регионы. Галерея имени Эльзи стала победителем первого потока. Уменьшенные копии работ мордовского скульптора, которые можно трогать, в музее уже есть. Уже другой президентский грант «Видеть невидимое» позволит увеличить их число. Так появится копия одной из главных композиций – «Моисея». Этой работой займутся уже мордовские мастера. Планируется разработать адаптированные экскурсии, а также арт-терапевтические занятия и мастер-классы для людей, опять же, слабовидящих и незрячих. Сотрудники музея для незрячих описывают экспонаты, но это всегда субъективно. И для того, чтобы в полной мере оценить произведения искусства, слабовидящим важно к ним прикоснуться. По словам Елены Сониной, председателя Саранской местной организации, для мордовского общества слепых оба эти проекта очень значимы. Искусство в настоящий момент отчасти доступно инвалидам по зрению, потому что есть различные звуковые описания, да, это в частности тифлокомментарии. Но это лишает человека именно самому понимать, осознавать и интерпретировать тот или иной предмет, то или иное произведение, ту или иную скульптуру самостоятельно. Четырехметровые водоросли с плывущими среди них рыбами, медведь и смартфон-фоторамка. Такие арт-объекты начали появляться на улицах столицы Карелии. Скульптуры подготовили петрозаводские художники к столетию республики. Из кузницы, в которой делают самый большой арт-объект, наш следующий сюжет. Уже два месяца творческая команда превращает металлические заготовки в замысловатую скульптуру. От самых мелких деталей до основных конструкций. А они далеко не маленькие. Вот так автор проекта «Карельские фишки» художник Александр Ким выглядит на фоне почти четырехметровых водорослей. Вдоль них по проекту будут плыть более десятка рыб. В общем, это рыбное богатство нашего прекрасного озера. Потому что Петрозаводс находится в этом замечательном месте, вообще сказочном. И озеро, конечно, это кормилица человечества с древних времен. Почему вот мы здесь у нас есть эти петроглифы, что изображены на скалах, то есть первобытных людей еще оно кормило. Тогда вот, может, как раз вот такие рыбины и плавали, самые маленькие. Здесь и икринки, как символ продолжения рода, и маленькие колокольчики, которые на батам призывают беречь природу. Такова задумка художника. Конструкция карельских фишек полупрозрачная, чтобы не закрывать вид на озеро, ведь скульптуру установят на набережной. На завершающем этапе ей добавят света. Художник по металлу Алексей Лебедев, соавтор, и тот, кто воплощает проект в жизнь, рассказывает, что конец кропотливой работы уже близок. Изначально, конечно, казалось, что довольно все можно быстро сделать, но со временем понимал, что уже деталей много, и работа затянулась, конечно, чуть-чуть. Тяжеловато, конечно, но мне радостно работать. Даже без выходных бывает, что вот там три недели подряд и мы отдыхаем. Часть арт-объектов, которые созданы другими художниками, уже красуются в центре Петрозаводска. На набережной Уротонды появилось 100 лет Карелии. А в районе улицы Свердлова расположилась ряпушка. Всего к середине июня установят восемь скульптур трех разных авторов. Арт-объекты изготовлены скульпторами петрозаводскими. Это Александр Ким, Владимир Зорин и Александр Савельев. Ими были разработаны эскизы тематики республики Карелия, то есть символы Карелии. Арт-объекты у нас прошли в градостроительный совет, то есть они были все рассмотрены и согласованы с градостроительным советом, вот с архитектом, с художниками. Профинансировали проекты из регионального бюджета. Скульптуру – это подарок петрозаводчанам к столетию республики. У горожан появится еще один повод пройтись по главному проспекту и набережной города и встретить там металлического медведя или сфотографироваться в рамке видеосмартфона. Удмуртский в новом формате. В Ижевске презентовали видеокурсы удмуртского языка. Вступительный выпуск посвящен его особенностям. Ведущий видеокурсов Артем Малинин отмечает, что на сегодняшний день во всемирной паутине нет качественных видеоуроков, которые бы в доступной форме обучали удмуртскому. А видеоконтент, созданный любителями, не способствует популяризации его родного языка. Видеоуроки будут знакомить с особенностями произношения, содержать ключевые фразы удмуртского языка и познавательные сведения о народной культуре. Что общего у Чайковского пельменей и автомата Калашникова? Их родина – республика Удмуртия. Дичбурэщ, так удмурты здороваются. Мы нам не мы, Артем, а так удмурты представляются. Всего будет подготовлено 20 выпусков, 10 из которых будет выходить на русском, а вторая половина на английском. Создатели видеоконтента обещают сделать изучение удмуртского интересным за счет фотографий и содержательной инфографики. Мы тоже продолжаем изучать новые финно-угорские слова. В наших языках довольно много слов, которые восходят к языку основе. К этому древнему пласту относятся слова, обозначающие числительные, существительные глаголы. Например, слово «пить». «Юны», «Ювва», «Ёма», «Юны», «Ёда». Сегодня мы хотим познакомить вас с солистами ансамбля из Сыктывкара «Зарни Туис». Коллектив сравнительно молодой. В этом году им исполняется всего два года. Тем не менее, в копилке ансамбля успешное участие в четырех конкурсах. Недавно ансамбль «Зарни Туис» стал лауреатом второй степени в номинации «Народное пение» во всероссийском конкурсе «Дорога к успеху». По словам руководителя коллектива Натальи Икановой, их главная задача – сохранять культуру и традиции своего народа. Самое главное на коллективе, чтобы зритель принял коллектив, и то, чтобы мы отдали зрителю то, что чувствуем внутри себя, это действительно понимать друг друга, слышать друг друга, чувствовать дыхание, чувствовать плечо коллектива, настроение. У каждой песни своя душа, и вот мы каждую песню вкладываем из своего душу. У меня замечательные девчонки – Линда, Лена, Ксения. Мы все имеем музыкальное образование, это у нас профессиональный коллектив. Естественно, мы хотим, чтобы душа народной песни, ансамбль народной музыки передавалась и оставалась. Где бы вы ни находились, чтобы именно чувство родного края, песни родных от мамы, бабушки, всегда оставались в ваших сердцах. Во время пандемии коллективу, как и многим другим артистам, пришлось искать новые способы общения со зрителем. Они многому научились. Записывали песни, читали сказки на родном языке, рассказывали о традициях своего народа. И все это время с нетерпением ждали встречи с любимым зрителем, уже офлайн, в концертном зале. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Этой народной композицией мы завершаем нашу программу. Увидимся через неделю. До встречи, Финногория! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова